Сегодня я подготовил урок по притчам То есть у нас было после окончания книги Якова голосование И мы могли выбирать, куда двигаться дальше, чтобы изучать в дальнейшем Четверо человек проголосовали, один из голосов только был по притчам Но большинство людей не ответили вообще Это означает, что... А ты же о чем-то говорила, если сказала, что после окончания Иоанна мы можем начать на церковь, по-моему, да? Мы хотели узнать, а что дальше, а как вот дальше? А что дальше, а как вот дальше? Мы тогда разговаривали как раз с тобой о том, что Иисус в притчах своих, Он очень много говорил о том... Да, но ты сказал, что мы этот вопрос начнем потом... Да, Царствие Божие, о том, что нас ожидает в дальнейшем, в том числе, да? Да, да То есть мы это будем разбирать Классно Так что вот эту вот тему мы взяли Ну и вообще, как... Если я была, проголосовала тоже Да Черт, мне не было Немай, нам как-то... Да Вообще, притча Иисуса Христа, ну это, я не знаю, лично для меня, например, это центральная вообще тема всего Евангелия, да? То есть все то слово, которое вот Он объяснял в притчах, да? То есть там сколько заложено мудрости и знания о том, что такое Божий Царство, каким образом мы его достигаем, каким образом мы должны к Нему стремиться и так далее То есть все это изложено в притчах Некоторые притчи, они очень хорошо и так... ну... достаточно подробно истолкованы, когда Иисус подробно тропал каждую притчу Некоторые притчи менее понятны, некоторые более понятны В Библии вообще гораздо больше притч, чем только в Четверой Евангелии То есть весь Ветхий Завет проник, пропитан просто притчами И в пророчествах мы очень много можем встречать язык притчи, много что там открывается Если мы знаем значение некоторых слов, потому что используется определенный образом язык, язык притч То мы можем понять, о чем там вообще речь Некоторые вещи из притч мы уже почерпнули, вот вместе с христианством Ну, как бы... ну, настолько они нам кажутся естественными Например, когда мы говорим пастырь, да, мы не подразумеваем уже больше пастух Мы уже знаем, что это человек, который вот, он несет определенное там церковное служение, да Или когда мы говорим овцы, мы уже не обижаемся, что нас овцой назвали, да А мы понимаем, что мы овцы Христовы и наше место в его овчарное, да То есть... хотя вроде бы, если понимать буквально, что это как бы... Ну, не совсем понятно, о чем вообще идет речь Давайте мы начнем изучение притч с понимания того, что вообще означает слово притч То есть... вы знаете, что Верхий Завет написан на еврейском языке, да С использованием еще различных диалектов Новый Завет написан на греческом языке И в итоге у нас есть два основных слова, которые определяют значение притч Это еврейское слово, я вам записал Оно называется... Маушоу Как выглядит? Маушоу Вот Запишу Китайское Маушоу Шоу Ну да, немножечко звучит, может быть, и по-китайски Но тем не менее, смысл его, этого слова, буквально смысл этого слова Обратите внимание, уподобления То есть, что-то подобно чему-то То есть, на основании какого-то прообраза объясняется какой-то другой образ Также у этого слова есть смысл другой Поговорка Пословица Песни То есть, притчи Это нечто такое, что Ну, входит как бы в наш быт Как поговорки Мы очень много Например, у нас есть различных Или поговорок, или идиом Которые используются потом в языке Они настолько впитываются в этот язык Что мы уже совершенно не вдумываемся в их буквальный смысл Потому что мы знаем, что они подразумевают Я уже многократно приводил этот пример Если мы, например, возьмем Такую идиому, как Не тяни кота за хвост То есть, если мы будем буквально понимать Вот так вот записываем Там через две тысячи лет люди будут ломать голову Это может быть заповедь Манна небесная Оказывается В русском языке все время так Манна небесная Ну да, это уже тоже оно вошло Основательно так язык То есть, язык-притч Он очень часто используется В том числе для того, чтобы Поговорки какие-то придумывались Язык-притч используется часто в пословицах То есть, если мы смотрим, например, любые пословицы Очень часто используются вот эти вот уподобления Образные выражения И в песнях То есть, в песне Мы очень часто поем, например Используя одни слова И подразумеваем другое У нас, вы знаете, ребенок с аутизмом Да, и у аутистов У них вот есть такая вот штука Не, ну Марианна, может, не знаю У нас, да, у аутистов У них образное вот это вот мышление Оно очень сильно недоразвите Очень часто люди, которые Ну, с таким вот отклонением Они не могут понимать Образный смысл Все понимают очень буквально То есть, если вот это вот сказано вот так вот Значит, вот это вот должно быть именно вот Понимаете, да? Тем не менее, в обычной жизни люди Они очень много что используют Очень много что называют Образными выражениями Если мы читаем, например, какие-то стихи Очень много в поезде Читаем какую-то литературу Или еще что-то Сказки Вот я тебе писатель сказочный, да? То есть, мне Ну, вот это вот Оперирование образами Это просто Это неотъемлемая часть Вообще любого творческого процесса Художник, когда рисует, например, какую-то картину То же самое Он берет И вот ему нужно найти Подобрать такой образ Который наилучшим образом Отразит какое-то там настроение Или какую-то он хочет передать идею Своей картине Или еще что-то такое, да? И вообще говоря Суть искусства Если вот так вот как бы в общем брать То это вот именно Умение оперировать Не столько оперировать Неправильное слово, наверное На умение Понимать И вот вникать Вот в какие-то вот Образы В метафоры Во все вот эти вот Аллегории Разбирать Что хотел сказать автор Когда мы разбираем Какое-нибудь музыкальное произведение То есть вот В этих вот образах звуков Закодировано Можно сказать Ну, можно сказать Что заложено внутрь Какой-то смысл Какой-то определенный месседж Какое-то послание Вообще Образные выражения Они показывают Как красоту Красоту языка Красоту выражений Которые мы несем Например Если посмотреть каждый язык В нашем русском языке Более Более Тридцати Как можно сказать Методов Выражения Образных Выражений Образных выражений Например Один из Даже самый простой Сравнение Сравнение Это часть Образного Образного выражения Метафора То же самое Контраст То же самое Например Метанимия Метанимия Например Что это означает Когда Чтобы объяснить Что-то большое Что произошло Мы используем Очень маленькое Выражение Персонификация Что такое персонификация Это тогда Когда Неодушевленные предметы Используются Как развод Типа человеческими Голосами И так далее То есть Такие вот моменты Они показывают Красоту языка И сам Еврейский язык Он один из Самых богатых Я так думаю Что это Наверное Самый Исходя из того Что я Опять же Изучал Наверное Самый Образный Язык Из всех То есть Он настолько В нем Много Вот этого То есть И это Образов Да Столько Образов И как бы Подразумевается Вот это Пытаются Объяснить Люди Очень часто Какие-то вещи Которые ты не объяснишь Просто так В лобке Нужно обязательно Показать это На каком-то подобии То есть Мы разбирали Слово притч Это уподобление Что есть Иисус Помните Когда говорил Одна из притч Он говорил Чему Подоблю Вот это Какой Подберем Для этого Образ Как мы Это опишем Какие слова Мы подберем Для того Чтобы описать Имейте ввиду Иисус говорил О вещах Духовных Очень часто О вещах Которые В нашем материальном Мире В них просто-напросто Нету Какого-то аналога То есть Их не увидеть Дорогий человек Из них Что ты говоришь Сказал Притчах Такое Что Притча Это Земной рассказ С небесным смыслом Вот Совершенно точно Потому что Используются Земные Какие-то Образы Какие-то Земные Понятия И слова Которые Например Нам Знакомы По нашей Земной жизни И объясняются Какие-то Духовные Ценности Какие-то Духовные Понятия Принципы Функционирования Какого-то Духовного Мира То есть Для этого Мы используем Какие-то Образные Выражения Мы бы не смогли Никак Описать Какие-то Духовные Принципы Не Используя Образы То есть Нет Другого Какого-то Способа Это Практически Единственный Вариант Например Если мы Даже Говорим Ну Какое-нибудь Простое Слово Что Такую Любовь Попробуйте Описать Что Такую Любовь Или Что Такое Человеческое Сердце Но Опять Сейчас Наш Язык Уже Это Вошло Что Сердце Оказывается Может быть Сердце Как Орган А Может Быть Это Сердце В котором Должен жить Божий Дух Понимаете Это Уже Образ То есть Мы Взяли Материальный Орган И Он У нас Прообраз Того Которого Духовного Органа Сердца Которым У нас Живет Дух Невозможно Описать Духовные Процессы Без Образных Выражений Без Каких Подоблений Например Когда Иисус Себя Сравнивает Ему Достаточно Сказать Одну Фразу Я Есм Хлеб Жизни Но За Этой Фразой Если Мы Чисто Попытались Объяснить Что Это Значит Без Образа То Мы Списали Не Знаю Сколько Страниц Страниц А образ Раз Я Сем Хлеб Жизни Все Мы Сразу Понимаем Что Это В себе Несет Очень Есть Интересное Свойство Метафоры Любого Образного Выражения Это Просто Супер Свойство То Что Оно Понимаемо На всех Уровнях Практически Человеческого Естества То есть Если Человек Ребенок Он Может Понять Свою Часть Из этого Когда он Подрастает Он поймет Из этого Самого Выражения Больше Когда он Подрастет Еще Больше Он Будет Понимать Еще Больше То есть В метафоре Можно заложить Гораздо Больше Информации Чем Вот Просто Набор Какой-то Слов Который Используется Это Гораздо Глубже Смысл Который Внутрь Можно Заложить Его Не Описать Словами Когда Иисус Кстати Говоря Вот Вика Привела Пример Он Говорил Что Я Есть Хлеб И Очень Многие Люди Он Говорит Как Мы Его Есть Или Еще Что Так Кто Вообще Может Слушать Это Понимаешь Кто Может Понять А Кто Не Может Понять Мы Сегодня Будем Как Раз Проходить О том Каким Образом И Кому Открывается Открывается Смысл Всех Этих Образов Подавления И Притчи Но Давайте Перед Этим Есть Еще Один Очень Интересный Момент То Есть Я Взял Несколько Отрывков Из Писания То Есть Полностью Просмотрел Ветхий Новый Завет Везде Где Встречается Слово Притчи И Подавление То Это Еврейское Слово И Мы Посмотрим Какой Еще Смысл Кроме Того Который Известен Нам Заложен В слой Притчи Давайте Мы Прочитаем Третья Книга Царств Если Можно Откроете Третья Книга Царств Девятая Глава Седьмой Стих Давайте Прочитаем Как вы Как вы думаете Что Что Обозначает Какой Нанесет Себе Смысл Анекдот Что Связанное С посмешищем Правильно Точно Такой Текст Практически Слово В Слово Встречается Во втором Парлипоменон Седьмая Глава Двадцатой Стихи Кроме Этого Я Быстро Пройду Иов Семнадцатая Глава Шестой Стих Он поставил Меня Притчу Для народа И посмешищем Для него Опять Притча И посмешище Где-то рядом Псалтырь Сорых третий Псалон Ты отдал Нас на Поношение Соседям Нашим На посмеяние И поругание Живущим Вокруг нас Ты сделал Нас Притчу Между Народами Покиванием Головы Между И наплеменниками Какой Здесь Смысл Тоже То есть Чего-то Насмешка Над чем Смеются Чего-то Отверженного Отбросы Какие-то Понимаете Да Псалтырь Шестьдесят Восьмой Псалон Чужим Я стал Для братьев Моих И посторонним Для сынов Матери Моей Ибо Ревность Подоме Твоем Снедает Меня И злословие Тебя Падают На Меня И плачу Постясь Душой Моей И это Ставит В поношение Мне Я возлагаю На себя Вместо Одежды Вретища И делаю Для них Притчи То есть Это Крик Души Отвергнутого Человека Тот Который Отвергнут За Бога За своего То есть Злословие Злословящих Тебя Пали На Меня Чужим Я стал Для братьев Моих Я для них Притча Во вретище То есть Чего-то Вот такого Какого-то И Еще Например Иеремия 24 глава И отдам Их На озлобление И на злострадание Во всех царствах Земных В поругание Притчу В посмеянии И проклятие Во всех местах Куда я изгоню И говорит Бог об Израиле То есть Смотрите Слово Притча Для евреев Обозначало Нечто большее Чем мы Сейчас поднимаем Под этим словом Кроме этого Это не слово Один смысл Еще один Давайте как-нибудь Сформулируем Мао-шоу Притча Смысл первый Мао-шоу это какой Это один Из смыслов Этого слова Мы сейчас Просто изучаем Это слово Какое оно Могло нести Смысл Для людей Которые его Употребляют Первое Это посмешище Первое наоборот У нас было Уподобление Уподобление Это буквально Перевод Мы пока что Сейчас перевод Не берем Потому что перевод Он не из Библии То есть Это справочник Отдельный Это какой-то Словарь Или еще что-то Мы давайте Попробуем Получить тот смысл Который в Библии есть Потому что Так мы получим Наиболее точное Толкование Этого слова То есть Смысл Который мы Поняли То есть Притча Это что-то Негативное Посмешище Посмешище Возможно Да То есть Что-то рядом С посмешищем Посмешище Какое-то Отверженное Нечто Нечто Отверженное Опозоренное Сюда не подходит Опозоренное Может быть Но не позорное Само по себе Потому что Смотри Здесь праведники Говорят о том Что я Оделся во вретище И я Становлюсь Посмешищем Надо мной Смеются народы Я чужой Для своих же Братьев Это говорит Кто Это говорит Ну В данном случае Я псалом Это Праведник Говорит Иов То же самое Да То есть Иов Праведник Говорит Потому что Ты меня Сделал Посмешищем В данном Евреи Которые Жени Неправедни Будут Притчи Вот Да То есть Иеремия Говорит Пророчество Некоторые Из них Вот Иов Например А Например Иудеи Которые Будут Притчи Посмешищем Они Будут Притчи Посмешищем Потому что Они Согрешили Да Ну Смотрите Здесь Уже Говорит Не сам Этот Человек А Говорит Господь То есть Господь Говорит Они Будут Посмешищем То есть Это Немножечко С другой Стороны Это же Слово Но Смысл Тот же Самый Что То С Что С Сотвержением Связано С чем То Таким Ну Над чем Смекаются Что Как бы Не имеет Какой-то Ценности Для Людей Нечто Отверженное Хорошо Это Был Первый Смысл Да Давайте Мы Прочитаем Попробуем Псалом 77 С Первого По Четвертый Стих Псалом Асахара С Первого По Четвертый Кто открыл Давай Берем 77 Да 77 Учение Асахара Начинается Учение Асахара Начинается Читайте Сам Себя Просто Два Эка Английский Берем Физианский И другой Два Солома Сахара Да Нас Нас Давай Прочитай Первый Стих Внимай Народ Закону Ему Преклоните Ваши Словом Уст Моих Открою Сам Притчи И произнесу Гадание Из Древности Что Слышали Мы И узнали И отцы Наши Рассказали Нам Не скроем Закону Моему Преклоните Ухо Ваших Словам Уст Моих Что Именно Открывал Уста И говорил Автор Притчи Связан Закон Он В притчах Через Языком Зарич Он Передавал Закон Закон Да Преклоните Ухо Словому Смой Из Третьего И Четвертого Стиха Что Ещё Он Говорил В притчах То Что Отцы Передали Что Передали Отцы Третий Гадание Из Древности Слово Гадание Здесь Немножко Другой Смысл Умеет Честно говоря Можно было По-другому Перевести Четвертый Стих Не скроем От детей Их Возвещая Роду Грядущему То есть На будущее Передаётся Это слово Это закон И что Передаётся Славу Господа И силу Его И чудеса Его Которые Он Сотворил То есть Языком Притч Прославляется Бог Его дела Его слава Его чудеса То есть Притча Это нечто Такое В чём Заложен В чём Может быть Заложен Какой-то Да Смысл Да Божье Слово Божье Слово Да Возможно Давайте Мы ещё Прочитаем Третья книга Царств Опять вернёмся В ней И четвёртую Главу На этот раз Прочитаем Про Соломона Вы знаете Что Соломон По мнению Многих Людей Которые Изучают Библию Автор Книги Притч И как бы На ней Большее Количество Притч Которые Существуют В Библии Написанные Соломоном Вот это Давайте Историю Третьих Книги Сарств Четвёртой Главы Мы прочитаем О том Каким образом Соломон Получил Вот этот Дар Чётко Четвёртая Глава 29 стиха По 34 И дал Бог Соломону Мудрость Весьма Великий Разум И обширный Он Как песок На берегу Мудро И была Мудрость Соломона Больше Мудрость И всех Сынов Востока И всей Мудрость Египтия Он Был мудрее Всех И мудрее И Ефана И Залехи Стемина И Лимана И Холкова И Дорды Сыновей И 5000 И 5000 И 5000 И 5000 Дальше И говорил Он О деревах От федря Что Блеваний Да и соп Врастающего Истины Говорил И о животных И о птицах И о пресмыкающихся И о рыбах И приходили От всех народов Послушать Мудрости Соломона От всех царизмных Которые слышали О мудрости Везу Спасибо О чем Говорил Соломон О птицах Животах Деревьях И так далее Он говорил О каких-то Деревьях О каких-то Кедрах И соп О каких-то Животных Птицах Пресмыкающихся Рыбах И при этом Люди приходили И слушали Его мудрость О чем Он ему говорил В сравнении Он Передавал Притчи Он передавал Мудрость Ему была дана Мудрость Написана Первые стихи Что Бог Да 29 стих И дал Бог Не кто-то другой Соломону мудрость И весьма великий разум Обширный То есть Бог наградил Соломона Вот этой мудростью Таким образом Что Соломон Используя язык Притч Говоря Простыми словами Деревья Животные Используя Вот этот Мы сейчас называем Это принцип Антропоморфизма Когда мы снимаем Мультик Например Про мишку Про лисичку Про кролика А в реальности Подразумеваем людей Здесь то же самое Используется Вот этот Язык Притч Для того Что будет передать Людям мудрость Этот язык Используется Для притч Написанной И песней И приходили От всех народов Послушать мудрость Соломона Всех царей земных Которые слышали О мудрости его Что интересно Вот эта вот Мудрость Которая Передается Языком притч Она универсальна Ее понимают Люди Из различных Из различных Стран Из различных Это как У нас С Ириной Есть спектакль Это язык музыки Его понимают Там все И Точно так же Там Сергей Язык футбола Его понимают Там все Язык притч Язык театра Язык Язык Какого-то Знаете Вот этого Поэзии Тоже В этих воротах Это точно Его могут Понимать все То есть У притч Есть вот эта Вот штука Вот эта На разных Уровнях Понимания Для разных Народ Мудрость Может быть Передана Давайте мы Попробуем Сформулировать Вот эту Нашу Вторую Ну хотя Давайте я еще Прочитаю Как бы кратенько То есть Понятно Можно уже Выраз сделать Ну давай Чуть-чуть Чуть-чуть Еще Одно Небольшой Штаришок Мы к этому Добавим Соломон Когда написал Свои притчи Притчи Первый Глава Первый По шестой Стих Потому что Мы изучаем Притчи Как же мы Не открываем Даже книгу Притчи Притчи Соломона Сына Давидова Царя Израильского Чтобы познать Мудрость И наставление Понять Изречение Разума Усвоить Правила Благоразумия Правосудия Суда И правоты Простым Дать смышленность Юноше Знание Рассудительность Послушает Мудрый И умножим Познание И разумный Найдет Мудрые советы Смотрите На разных Уровнях Понимания Мудрость Передается Для юноши Для Простого Человека Для мудрого Шестой стих Чтобы разуметь Притчу И замысловатую Речь Притча Замысловатая Речь Нам нужно ее Разуметь Нужно разбирать Слова мудрецов И загадки То есть Второй смысл Что такое Притча Притча Вернее Будет сказать В притче В притче Есть Слово Божие Как я сказала Ну да Ну дай пока мы Забишем Мудрость Слова Притча Через притчу Передается Или да Давай так Через притчу Передается У меня нет в этой стиралке Но В退 Мудрость Мудрости, которые Бог дал Соломону Например, в данном конкретном контексте Соответственно, это Божье слово Мудрости И слово Бога И Вся эта мудрость Она передается через своеобразный язык Через какие-то загадки То есть притча это не что-то такое, что открыто Это в ней находится тайна Ее нужно понять Замысловатую речь написана, нужно понять Разобрать вот этот вот язык Которому Где тут иссок, где тут деревья, кедры ливанские У всего этого, у каждого слова У него есть определенный смысл Который используется в этом Я вообще считаю, что книги пророков закрыты Если ты не знаешь этого языка Ну просто ничего не понятно, о чем речь Больше даже поэтические книги тоже закрыты И поэтические книги закрыты Даже на самом, например, песне-песне Она совершенно же Да, это о другом Да, в то время для женщин Такой язык А сейчас глазки, глаза твои как голубины Голубины, они маленькие Например, кого ты назовешь Кабалица ты моя Шекловский долго читал эту песню Песни, только потом начал жене дарить цветы А так он вообще ни разу не знал, что такое женицветы Хорошо, притча есть в передаче мудрости и слова Бога И третье свойство мы запишем притч Притча, как выразить это лучше, закрыта То есть в ней есть тайна, загадка Она не для всех Это вот ключевая мысль Притча есть тайный смысл? Да Даже Иисус сказал Есть Вам давно значит тайный Тайный Смысл понимать Смысл То есть нас не интересует буквальное толкование притч Нас не интересуют животные, эти деревья там или еще что-то такое Нас не интересуют пастухи, овцы, козлы, бараны Вне вот этого тайного смысла, который этими словами передается Потому что мы не собираемся становиться тут открывать ранчо какой-то Там, я не знаю, всех этих балов молотящих разводить Так получается вот эта мудрость Божья, которую простому человеку не досечь Он как-то вот в баранах, в овцах Потому что они знают, что такое овцы, что такое пастух А на самом деле это совершенно другой смысл Мы разберемся А как же простой человек поймет вот эту духовность Мы разберемся, да Как поймет Тем не менее, смотри То есть здесь вот мы вот сейчас прочитали Для него упростили все А теперь это надо брать, надо открыть Наташа, я открываю Смотри Смотри Простым дать смышленность То есть человек даже простой Тот, который, ну например, ну не знает он Он, его эти притчи все равно получают, понимаешь? Он, хочешь не хочешь, но часть смыслов внутрь себя получает Юноше, то есть более уже в данном контексте зрелому человеку Знание и рассудительность Чем больше ты как бы растешь Чем больше ты знаешь, ты можешь больше познать Получить знание из этих притч А мудрый он умножит познание То есть ему еще больше дать Разумный найдет, мудрый совет найдет, мудрый для То есть для каждого уровня слушателей Притча является полезной Она не является бесполезной для того, даже для детей Маленького возраста То есть вот на таком простом языке Используя образные простые выражения Передается очень глубокий Бог открывает нам смысл Тому, кто хочет Мы это будем сейчас читать Итак, хорошо Следующий момент Что касается, что такое притча Давайте мы попробуем Давайте мы откроем Очень интересный стих Осия 12 глава 10 стих Кто готов? Давай Я говорил к пророкам и умножал видения И через пророков употреблял притчи Да То есть Бог говорит здесь о том Что Бог пророкам через видения Если вы почитаете Ветхий Завет Что были за видения у пророков Вы увидите, что они были все языком притчи Точно так же им передовались То есть те же самые козлы, бараны И всякие деревья Коровы тощие там Жирные и так далее То есть Бог передавал таким вот языком Такими вот видениями То есть эти образы пророки получали Ну, кто во сне, кто еще как-то там, да И заметьте, и через пророков То есть после того, как пророк увидел видения Он понял эту мудрость Как-то эта мудрость внутрь него вошла Он понял, о чем речь, о чем суть Через пророков употреблял притчи Дальше пророк Языком притч излагал это дальше народ Пророческие книги Они написаны языком притч просто Много где Ну не то, что много где, а вообще везде Через пророков употребляются притчи Вообще еще интересно Я маленькую такую вещь добавлю Что притчи это не просто то, что мы перечислили Это и так же совокупность образных выражений Отличных Ну да, да Это вот мы как раз само слово То есть суть этого слова Уподобление То есть какой-то образ мы взяли Да То есть не то, что притча какая-то законченная история Пока что не в этом смысле Но притча это как Больше, наверное, язык Как образное выражение Да Потому что притча это один из видов, например, образных выражений Правильно? То есть мы сейчас говорим об образных выражениях Ну да, мы сейчас говорим Притчи, подразумеваем образные выражения Да Мнение, притчи, метафры, аллегорию Все вот это вот, все эти современные слова На наш язык переводим Да, то есть все современные слова Мы так там пахненько в слову притчи Что такое притча Да Притча Давайте мы откроем Матфея 13 дню А мы сейчас на русский язык переводим Для простых Одна из ключевых глав, которые мы будем проходить вообще в этой теме Это Матфея 13 глава Сейчас открывать? Да, сейчас мы откроем Мы прочитаем оттуда немножечко Ирина Это уже Новый Завет Это уже Новый Завет, да Для того, чтобы понять в Новом Завете вообще другой смысл или нет Какая глава? 13 глава Евангелия от Матфея То есть мы видим, что Бог Введение посылал мудрость пророкам И через пророков употреблял притчи Для того, чтобы мудрость это передавать дальше При этом говорит он Я говорю пророкам Это послание от Бога Матфея 13 глава 34 пока что и только 35 стих прочитаем Кто готов? Все сие Иисус говорил народу притчами И без притчи не говорил им Нас будет зареченное через пророка, который говорит Отверзу в притчах уста Мои Из реку сокровенная от создания мира Смотрите, какая интересная Сынка на Асафа Да, то есть смотрите Будет зареченное через пророка То есть Который говорит Отверзу в притчах именно уста То есть опять та же самая мысль Что через пророка Отверзаются уста в притчах И из река это сокровенное То есть это не что-то такое, что лежит на поверхности Вот у нас есть третий пункт Притчи есть, тайный смысл всегда Причем этот тайный смысл Это не какой-то новый смысл Это не что-то такое, что Вчера этого не было, а сегодня оно появилось Или еще что-то такое, да? Это вечное Сокровенное от создания мира То есть законы Какие-то истинные мироздания На которых позируется вообще говоря все Вот тот тайный смысл Божьего Слова Через который Мы знаем, что весь мир сотворен через Божье Слово Через Сына Вот эти вот тайны Они заложены Здесь в притчах Они сокровенные Бог их через пророков Через устав притчах излагает Иисус действует Совершенно точно так же 34 стих Все сие Заметьте Говорил народу Притчами И без притч вообще не говорил Между прочим Это избылось Слово пророка Избылось Слово пророка То есть Пророк пророчил Слово что придет Тоже Что придет И придет И будет говорить Притчами Именно сокровенные То есть Не все поймут А по-другому Он не мог говорить Потому что Они вообще В ничего не поняли 100% Приходилось Вот этими образными Рожениями По-детски Расковали Чуть ли не Вот это Овца Баран Им это понятнее А донести надо было Отцовское Слово Конечно Смотри Иисус Ну вот так Пока что Немножечко От себя Послал его Потому что Он уже Сдался Никто ничего не понимает Иисус хочет Рассказать людям Людям о Боге Правильно? Он хочет принести Божье Слово людям Иисус Христос Теперь мы знаем О том что Иисус Христос Он знает все Тайные мироздания Да? Попробуйте Объяснить Например Законы Ну какой-нибудь Высшей математики Надюша Понимаем Что об этом С ней не надо говорить Если с ней Вообще Не разговаривает Никогда о математике Она никогда не станет Математиком Но если потихонечку Потихонечку Простыми словами По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Ее выращивать Она может стать Ну как бы это Ну кто-то вернее станет А кто-то нет Кому Богу надо И встречами такая же Абсолютная история Кто-то разберется Кто-то будет изучать А кто-то нет Как он Здесь Здесь не талант Иисус сказал так Кто имеет уши Слышит Тот слышит Понимаешь Кто-то слышит И есть Разный момент Вот посмотрите Притчи сейчас скажем Два сына Да У меня Вот кто из них Сильно хочет учиться Тот и выучиться Нормально А кто не хочет Сильно учиться Тому хоть ты Триста Раз в день говори Да Так же и люди Я может быть вперед забегаю Извините Ну так же кто-то Натурально ближе Так же и люди Кто-то Иисуса послушал Просто рядом посидеть Хотелось Хлебушка Увидеть Увидеть А кому-то так было интересно Так он спрашивал Спрашивал Я когда первый раз столкнулась С верующим человеком Он пришел к нам домой Где-то После там Бобедянки Ну Родительская В одиннадцать вечера Так я до пяти утра не могла его отпустить А вот это А вот это А вот тут А вот тут А вот тут Почему? Потому что Это желание было Это какая дома еще? Ну да Казахстан Сейчас меня не отпускают Пустые Сам уезжаешь Ну хорошо Так Давайте еще мы Небольшое Такое параллельное Скажем место возьмем Из Евангелия от Марка Я его сам быстро прочитаю Это о том же самом Ссылку, да? Евангелия от Марка Четвертая глава С 33 по 34 стих С какого? С 33 по 34 стих И таковыми Многими Притчами Проповедовал Им Слово Сколько Они могли Слышать То есть Смотрите Иисус Во-первых Его цель Проповедует Слово Как он их проповедует? Он их проповедует Многими Притчами То есть на основании Многих-многих-многих Разных образов А вот так А вот с этой стороны А вот так вот Понимаешь? И Сколько Он им говорил Сколько он им передал Этой мудрости? Столько Сколько они могли слышать То есть вот столько В них и помещается Этой проповеди Иисус говорил Ну в кого-то больше Моего слова помещается В кого-то меньше Ну в кого-то Ну не помещается В него например Ну вот что вот Не гоняйся за богатством Понимаешь? Ну человек Он всю жизнь В другом контексте Ну не поместилось Ну что делать? Вот сколько он может слышать Сколько получит На английском Ну какая-то вот Именно притча Иисуса Чего-то именно Ее выбрали И поставили В фильм Он вышел из храма И на него набросили Спрашивать какие-то вопросы Он говорит Я не вырубаюсь до конца В английский Он говорит Ну я вам сейчас расскажу Одну притчу Вот какую именно Он рассказал Вот что-то вот два Ну ты вот сестра Вот самое главное Ты начинаешь сейчас А что дальше? Может быть вы знаете Какая самая Главная Мы будем проходить Все притчи Иисуса Христа То есть вот Вся вот эта серия Она будет по всем притчам Раз уж ее в фильм поставили То вы наверное ее наизусть Ну смысл-то помнишь чуть-чуть? Ну там два человека Один что-то сделал так А другой не так Вот так Ну да Притча построена на контракте Хорошо Такого пола люди Сейчас ты же разгадаешь А вот так какого Да Тридцать четвертый стих Евангелия от Марка Без притчи же Не говорил он А ученикам Наедине написано Изъяснял все То есть Иисус Изъясняет свои притчи Слово Божие Которое пришло во плоти Стало человеком Было подобно нам Оно изъясняет притчи Слово Божие Которое сейчас есть у нас Оно может нам Изъяснять притчи Мы можем понять смысл притчи Обращаясь К кому? К Христу К Христу А Христос это Божие Слово Вот у нас есть Божие Слово Оно может нам изъяснять притчи Плюс тот Дух Который Христов в нас живет Он будет нам подсказывать Вот этот вот смысл Суд истины Той, который Потому что мы знаем Что Дух учит Само написано Помазание Учит вас Так что вы не имеете нужды То есть в нас Находится помазание Которое нас учит Мы склонны Мы имеем тенденцию Вот этот Смысл понимать Вот И как бы соглашаться Будет у нас сердце С Божьим Словом О том, что Иисус говорит Как бы Итак Резюме Притчи Давайте четвертый пункт напишем Притчи это язык На котором к нам говорит Бог Я вот так как бы подвел Не так же здесь Притчами Людям Говори Бог Здравствуйте Ну и здесь такой Может быть последний Маленький штейшок Что давай когда мы читаем Мы должны быть внимательны В каком контексте Используется это слово Потому что в первом случае Слово плечи использовалось Как Да Как напосмешка В другом случае Оно немножко другой смешки Нам очень важно как бы знать Какой вот в данный момент Потому что у нас есть точно так же Очень много слов сейчас Например батарейка Бывает батарея такая Бывает батарея которая греет Бывает батарея там Я не знаю там Артиллерийская батарея там И еще что то такое То есть одно и то же слово Но оно используется по-разному Точно так же люди жили и раньше Они использовали разные слова В одном случае они говорят Овца и подразумевают Овца А в другом случае они подразумевают Овца Во многих языках точно так же Например если В одном из автиканских А в алфаве там Всего 16 букв И там нужно вообще понимать Потому что там одно и то же слово В разных контекстах Может использоваться по-разному Да В английском тоже Привлечься Итак Я читаю Евангелие от Марка К 4 главу С 10 по 13 стих Ну или давайте кто-нибудь Ну украинцы Ну ладно давай я прочитаю Когда же остался без народа То есть Заметьте Вот сейчас мы берем немножко Следующую Следующую мысль Которую мы уже Немножечко так Затронули Как Мы понимаем смысл притч Как он его понял Когда же остался без народа Заметьте То есть вот вся та толпа Которая слушала Которую он говорил Притчи Она разошлась Он остался без народа Но Окружающие его Вместе с 12 То есть не только одни ученики 12 Но и те которые остались Окружающие его Те которые ходили за ним Они Спросили о притче То есть вот эти люди Кто интересовались Они о притче Об этой спросили И сказал им Вам Дано знать тайны Царствия Божия А тем внешним Те которые отошли Все бывает в притче Так что они Своими глазами Смотрят и не видят Своими ушами Слышат и не разумеют Да не обратятся И прощены Будут им грехи Прощены будут? Да Да не обратятся И прощены Будут им грехи Ну они не обратятся И не будет им Никакого В данном случае Частицы не относятся Ко всему Предложению Если не обратятся И не прощены Да Есть параллельное место Мы его прочитаем Для того чтобы Подчеркнуть Есть параллельное место Просто в Матфея 13 Говоря То есть в данном случае Частицы не относятся Ко всему Ко всей концовке Предложений Не будут им прощены грехи Не переживайте Тем внешним Те которые отошли Все бывает в притче Они услышали притчу? Да Они не услышали Они Смотрели глазами? Да Они смотрели глазами Но они Не решили понять Не решили вникнуть в суть Они послушали Но О чем вообще дальше речь Не интересно Ну я не знаю Не было вот этого Какого-то стремления Не было Желания Познать Суть Тайный смысл О чем притча То есть они послушали Про Одец Они послушали там Про пастухов Виноградари Виноградник И так далее Подумали такие О да возможно Такивали головами Возможно Где-то там что-то Да вроде как На проповеди Они побывали Понимаешь в субботу Синагогов Тоже часто И все И ушли Их не интересует О чем речь То есть это слушание Ради того что Просто похлопать ушами Он говорит Такие люди Они не разумеют Они не обратятся Не обратятся от чего От греха к Богу Да И не прощены будут им грехи И говорит им Не понимаете этой притчи Как же вам уразуметь все притчи Здесь интересная Какая тонкость Я немножечко Может быть так понимаю 13 стих Как вы думаете Бог ожидает от нас Понимания притчи? Конечно Зачем бы он Остал через пророка Я тоже В этом стихе Не понимаете этой притчи Как же вам Я немножко улавливаю Такой вот тон Ну как бы Огорчение Да Разочарование Ну как так Уж вы-то должны были понять Вы же Давайте еще раз Я возьму все-таки Параллельное место Хоть оно и большое Но тем не менее Быстро пройдемся по нему Матфея 13 глава С 10 по 18 стих И приступив Ученики сказали ему Для чего ты Чего говоришь им? То есть спрашивают Ну почему вот этот язык используешь? Да? И сказал им в ответ Для того что вам Дано знать тайны царствия небесные А им не дано И никто имеет Тому дано будет И приумножится А кто не имеет У того отнимется И то что имеет Потому Говорю им притчами Что они Видя не видят И слыша не слышат И не разумеют И сбывается над ними Пророчество Исаии Который говорит Слухом услышите И не уразумеете Глазами смотреть будете И не увидите Язык притч Он скрывает суть Ты видишь Поверхностную какую-то оболочку Ты видишь Знаете Обертку ты от конфеты видишь Но ты не знаешь Что внутри Как же понять смысл Так А вот дальше А вот дальше теперь Пятнадцатый стих Ибо Огрубело сердце Людей сих И с ушами Трудом слышат И глаза свои сомкнули Да не увидят Глазами И не услышат Ушами И не уразумеют сердцем И не обратятся Чтобы я исцелил их Что отличает учеников Что отличает учеников В данном конкретном контексте От прочих От внешних То есть сердце он чувствует Наверное Ну это да Это скажем так основа В данном конкретном случае Что произошло Какая произошла разница между одними и другими Желание А во вторых нет желания Вот и все Да Одни ушли просто Они пошли Вот эти все сказки И ушли Вообще интересный момент Здесь Ну как может быть Я вам добавляю Туда вопрос даже Не в желании А вопрос В активном действии Они не просто хотели знать А если желание А? Нет Желание Я просто могу дополнять Это Люди Вот когда-то подошли И приступили Подошли к нему И спросили Господи нам нужно понять Мы не понимаем Это во-первых Нужно признать Что ты не понимаешь Не каждый может признать Что ну например Незостаточно умный Чтобы понять О чем была проповедь Мы очень часто ходим в церковь Я скажу Что я например Не всегда понимаю О чем речь Ну или язык Может не хватает Или где-то Что-то например О чем-то Была речь Где я прослушал Где-то там еще что-то Если Я ученик Иисуса Христа Если я действительно Хочу понять смысл О чем была речь Я иду домой Открою писание Начну где-то разбираться Ковыряться То есть как-то я Обращусь к Богу Для того чтобы Вот это вот Исцеление произошло То есть незнание Заменилось на знание Неразумение Заменилось на разумение Понимаешь? Глупость Заменилась на мудрость Но здесь тоже туда получается Отличие Отличие от тех Кто в толпе Отличие от тех Кто Говорят что мы ученики Ученики всегда Найдут время Возможностей Для того чтобы Познаваться Узнать смысл Да И смотрите Иисус что говорит об этих Учениках Ваши же блаженны очи что видят И уши ваши блаженны что слышат Ибо истинно говорю вам что Многие пророки и праведники Желали видеть что вы видите и не видели И слышать что вы слышите и не слышите И не слышали Вы же Вы слушаете Значение притчи о сейте Ну и дальше он толкует Саму эту притчу То есть во первых он их похвалил за их желание Он назвал их уши и глаза блаженными Потому что сейчас они узнают этот смс Они получат внутри себя вот эту вот мудрость Которая стоит перед ними Хорошо Итак Интернет вот очень легко ассоциируется с детьми Вот иногда столько хочется вложить Столько ему хочется научить А они уже где то бегут себе в мыслях Уже там свираются на футбол И ты понимаешь что они уже не вмещают Или другой момент спрашиваешь Тебе понятно И чтоб уже идти да Говорит да Говорит да Ага Ну объясни мне что ты понял И так же вот люди с Богом Да абсолютно так же вот Небесный Отец Ну я не могу У меня не получается Ну это Ну-ка Ну-ка Давайте запишем резюме Пятый пункт Как нам понять смысл притчи Конкретный вопрос Да Вот это очень интересно Вот уже хорошо Ну вот мы и сейчас вот прочитали Как Давайте про резюмируем Есть Признать Что ты не понимаешь Первый Давай 5.1 Признание Признание Того что ты не понимаешь Признание Непонимание Непонимание Слушайте Все спрашивают Что значит критчи Можно я кое-что добавлю Вот к этому Давай Иисус объясняет это притчо о сеятеле О сеятеле То есть то с чем все встречались Вышел сеятель на дорогу Вышел сеятель на места каменистые Вышел сеятель в тернии Вышел сеятель на добрую почву Все все как будто поняли Ученики понимали кто говорит Какой смысл вообще Сейчас в этой толпе Несколько тысяч человек Просто рассказать И все это толпе Мы и так все знаем Про эту пшеницу Да Мы уже это да Мы уже сеяли Нам короче Проехали мы Иисус говорил Такие простые вещи Что это никакого интереса У людей не вызвало Только 12 Слушай Что говоришь Зачем ты там Мы что сюда собрались Несколько тысяч человек Чтобы слушать про пшеницу Объясни пожалуйста Вопрос в том что Тех толпа Которую Несколько тысяч человек Сказали Мы уже все знаем Эти 12 Мы так и не поняли Изабель Те ушли довольные Да Мы как бы Все поняли Теперь мы там Огромол Они довольны Что ушли уже Закончилась Закончилась Служба Не то ясно Тот про пшеницу Которую мы уже давно знаем Он сказал Да Другой момент Вот важный В этом помните Это Иметь желание Познать Иметь желание Познать Иметь желание Познать Познать Вы Как к ней относитесь Очень хорошо Очень хорошо А вопрос Другой Окей Ты читаешь Да Читаю Как часто Раз в три месяца Или это все Все люди уважают библию Хотят познавать А желание А желание Иногда оканчивается Вот здесь Вот На какой-нибудь конференции Сидишь И во время конференции Все два дня Желаешь Делать Все хорошо Ну Приезжаешь Домой Такое В реальные И уже действует Тяжелее Чего Желать Тут уже надо Чтобы Действовать 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 Поэтому Да Самый главный Гавайте вопрос Кто Другой мы не разумеем Кто Кто Нам Объясняет смысл притчи Бог Вот это вот Очень важное Понимание Что Божье Слово В данном случае Сам Христос Христос Объясняет смысл притчи Ученики не стали придумывать свой какой-то смысл Ученики не обратились к каким-то там Куда-то где-то куда-то В другую сторону Понимаете Они обратились к самому Божьему Слову Для того, чтобы понять О чем это речь вообще идет Христос Объясняет Толкование Да Давай вот так напишем правильно Толкует Толкует Да Ну как толкует Потому что толкование Просто слово очень оно Важное Понимание Притчи Интерпретирует Толкует Притчи Говорит Значение Хорошо зная Божье Слово Мы можем Понять это толкование Мы не можем его Понять Толкование Притчи Без Христа Без самого Божьего Слова Ну Не получится Вне Слова Вне Слова Это нереально Да Если в нас например Нет вот этого Тоже помазания Которое нас учит Духа Святого Духа Святого Духа Святого Ты ничего не поймешь Ты не сможешь понять Во-первых у тебя даже Желание не будет честно говоря Понимать Да То есть не читать Не изучать Иногда есть Но не поймут То есть Не поймут То есть Получается Поверно пословице Смотрю Книгу Помните Мы разбирали Вот это Наташа Книгу Даниила То есть Для того чтобы понять Этот пророческий язык Нам вот Сергей там Давай Параллельные ссылки Оттуда Отсюда А теперь давайте мы вот это Мы представим Откуда только мы не родили Откуда только мы не родили А вот о чем это здесь Вот здесь вот пророчество Там по чуть-чуть Показывает Здесь вот Да А я Я так толковал нам Как детям в садике Это труд Это труд реально Я вам скажу Ну можно еще будет Возвращаться и возвращаться Ты вот как раз Хочешь изучать книгу Откровений То есть Мы с ними сейчас рисуем Книгу Откровений Зарисовываем Каждый в отдельности Для того чтобы Да Вы можете нарисовать образ Нужно Уделять Смысл Который за каждым Потому что если просто так Ты нарисуешь Вот эту Дракону С семью головами Десятью Уронами Если ничего не понимаешь Ты не нарисуешь Поэтому это очень важно Итак Заметьте Тем кто со Христом остается Тем кто со Христом остается И с Христом обращается Христос Откопирует Теперь смотрите Еще парочка буквально Очень интересных Моментов Давайте Откроем Евангелие Дану 16 главу Это очень важный момент В вопросе Опять же толкованной притчи Очень часто нам кажется Что тайны Божьи Они уже открыты Евангелие Библии То есть мы можем открыть Прочитать и как бы А ну вот понятно Как мир устраивает Мы уже знаем что это не так Ну давайте мы закрепим Это тем не менее Написание 16 глава Евангелия Атеана Кто готов? Сергей Сергей Давай с 25 по 32 прочитаем До серии я говорю вам притчи И наступает время Когда уже не буду говорить вам притчи Но прямо возвещу вам об отце В тот день будете просить во имя мое И не говорю вам что я буду просить отца о вас Ибо сам отец любит вас потому что вы возлюбили меня И вы веровали что я исшел от Бога Я исшел от отца и пришел в мир и опять оставляя мир и иду к отцу Ученики его сказали ему Вот теперь ты прямо говоришь и притчи ни о кой не говоришь Теперь видим что ты знаешь все и не имеешь нужды чтобы кто спрашивал тебя Посему веруем что ты от Бога ишел Иисус отвечал им теперь веруете Вот наступает час и настал уже что вы рассеетесь в каждую свою сторону И меня оставите одного но я не один потому что отец со мной Хорошо спасибо Этот текст достаточно сложный для понимания Он на три части такие основные как бы делится Давайте мы попробуем разобрать Потому что здесь находится одна очень интересная истина Которая ну вот я не знаю как вам Но мне это было очень интересно С 25 стиха еще раз До селе я говорю вам причины Вам ученикам включая учеников включая всех внешних и так далее То есть все то что Иисус хотел сказать об отце он говорил притчами до селе То есть от создания мира до селе было сказано притчами Но наступает время то есть это какое-то будущее действие Да то есть будущее время Когда уже не буду говорить вам притчами Но прямо возвещу вам в отце То есть определенный наступит момент Когда Иисус будет совершенно прямо безо всякого образного языка говорить о Боге О Боге отце Прямым языком Без всяких образов да В тот день Заметьте 26 стих очень важно В тот день То есть это наступит какой-то день Который будет тот да Будете просить во имя мое И не говорю вам что я буду просить отца о вас Но ибо отец сам любит вас Потому что вы уже возлюбили меня в веру Как вы думаете что это за день Когда не будет нужды чтобы Иисус просил за нас Сейчас нам нужно чтобы Христос был ходатайным за нас перед Богом Ходатайным в том случае Сейчас То есть это не сейчас Нет Когда надо второе пришествие То есть сейчас Мы пока что знаем только в притчах Прямо нам еще Иисус не говорил Мы не знаем все тайны мироустройства Которые от начала Весь тайный смысл он нам пока что не открыт Когда придет второе пришествие и заберет нас туда Мы тогда сразу же будем понимать напрямую Как я понимаю То есть наступит день Который в данном контексте называется Тот день В тот день мы будем какие то другие Такие что перед нами не нужен будет ходатай перед Богом Мы будем настолько Мы будем иметь прямой контакт с Ним Почему Благодаря тому что мы возлюбили Христа И веровали что Он нашел вас от Бога То есть вот эта вот праведность по вере Она нам в тот день будет засчитана И мы получим Возможность напрямую просить от Отца Да? Уже не Понятно, да? То есть мы будем обращаться к Отцу напрямую Я ишел от Отца и пришел в мир И опять оставляю мир и иду к Отцу Ученики его сказали Вот теперь смотрите вторая часть очень интересная Вот теперь ты говоришь и притчи не говоришь никакой Они говорят Ну вот прямо сейчас ты же говоришь Что ты от Отца Что ты от Отца И как бы вроде бы безо всякой притчи Да? Угу Мы теперь видим что ты знаешь все и не имеешь нужды Чтобы кто спрашивал тебя Мы теперь То есть сейчас да Посему мы веруем Что ты от Бога и шел Да? И заметьте Вот здесь вот очень нужно понять вот эту вот тонкость И Иисус в данный момент Он говорит что ничего подобного Друзья Вы говорите теперь веруете? Вот наступает час И настал уже То есть вы даже уже сейчас Что вы рассеетесь Нет у вас еще никакой веры Вы рассеетесь каждый в свою сторону И меня оставите одного Но я не один Потому что Отец со мной Не было Говорит Иисус в 31-32 стихе В учениках достаточной веры Для того чтобы они не рассеялись Если бы они верили что действительно Христос ушел от Бога Чего им бояться Но они испугались Мы знаем потом эту историю Да? Ну вот другой момент Который тоже если взять контекст Вот в 16 главе Это получается беседа Иисуса с учениками Которая началась в 14 главе То есть 14, 15, 16 Это вот он с ними сидит и беседует И вот это выражение В тот день Будет повторяться еще не раз И действительно на сейчас Еще как бы они ошибаются Что они уже уверены Что вот они уже поняли Но исходя из контекста Будет тот день Когда они поймут об Отце И в этих трех главах Иисус очень много говорит о Духе Святом То есть будет тот день Когда сойдет на них Дух Святой Ну вот давай не будем Слишком ты сильно растянула контекст То есть конкретно вот тот день Будете просить во имя И не говорю вам Что я буду просить Отца о вас Вот это сейчас Надо чтобы Христос просил о нас Надо Потому что Он ходатайствует Он ходатайствует о нас Он ходатайствует Написано Дух там молится Ходатайствует о нас И так далее Дух Святой Открывает тоже истины нам Истины о Боге Истины напрямую Друг Божий Который живет внутри нас Мы же не так болели Нам верно как Христос Но сегодня мы уже поверили Поэтому Дух Святой сошел И сила Его сошла И мы уже сегодня Конкретно живем верой Все Потому что потом нам точно вера не нужна Ну да вот здесь и написано Почему Ученики тогда еще совсем другие были Ученики действительно изменятся Когда сойдет на них Дух Святой Они примут эту силу и все Это не будут подобными вот здесь Как написано что Они сейчас рассеются Петр предаст Но наступит день Когда они уже пойдут за имя Его И они умрут И они не рассеются И они будут громко возвещать То есть То есть Два варианта у нас Да Второй вариант То есть Либо это тот день Имеется ввиду Когда спустится Дух Святого Когда человек получает Дух Святого Либо тот день Это когда Слово Божие приходит на землю во всей своей славе Есть Есть Некоторые моменты Некоторые моменты Которые тоже Может быть я Хочу добавить Тогда Когда мы будем в вечности Нам не нужно будет Спасить Ничего во имя Его По одной причине Что мы идем лицом к лицу Правильно Тогда Когда мы будем Лицом к лицу Нам не нужна будет Вера Потому что Вера не требуется Тогда Когда Я тебя знаю Это Не нужна будет Вот здесь Натри слова Вера используется В прошедшем времени Потому что Вера была То есть Вера Она была В прошлом Которая Привела Тебе Какое-то будущее Грубо говоря Что например Я вижу Как мне кажется Здесь есть вещи Которые Знаешь как Дорогие говорить Не просто как событие А как процесс Который начнется И окончится Будущим Вы правы В тот день? Да Потому что Если посмотреть Что произойдет с ними Если Ты посмотришь 15 главу И Там например говорится Что даст им Возможность Спросить во имя Смотрите Интересный очень момент Иисус сказал им в ответ Кто любит Меня Тот следит Слово Мое И Отец Мы возлюбить Его И мы придем к Нему И обитель У Него сотворим Это в какой момент? В момент когда Дух Святой Что происходит на человека Или тот день Когда все таки Тот день Тот день Это особо вообще То есть то что В тот день произойдет Исходя из этих тоже вещей То есть Когда у них Будет возможность Просить Отца Через Христа Который Воскресший Который Оживший То есть Потому что До этого момента Никто Никогда Этого не сделал Потому что Они не знали Всего Плана Божьего Ни пророки Никто не знал об этом Они что-то Догадывались Домыслили Никто абсолютно И Христос Он открыл Это первым людям Что у них появилась Уникальная возможность Христос их И через Христа Кто это не может просить И они могут получить Все то Что Христос обещал Поэтому Я например Еще раз как смотрю Что вообще Все это событие Не как событие А больше как процесс Который в тот день Начнется И этот тот день Будет На столько Взять например Смотрите Когда начались Последние дни В Библии Никогда не думали Когда начались Последние дни В Библии не говорит О том Что последние дни Начались Струны Так что люди стали Хуже вести Как в наше время Последние дни В Библии говорится Тогда Когда Дух Святой Сошел И уже сразу Датируются Последние дни А это вот этот Обтрезок времени Огромнейший Тогда Когда сошел Дух Святой Но в последних днях Есть определенные события Которые показывают Да Это отдаленный дни Например Тогда Когда Будут какие-то признаки Признаки тому подобное И так далее Пришествие Христа Признаки Отступления от веры И тому подобное Поэтому Очень многие вещи Очень многие вещи Например Возьмите Что такое освещение Да Освещение Что сказать можно Это событие или процесс Мы освещены Дух Святой Как вы думаете Сначала это было Событие Которое перешло во что Процесс Потому что вы должны Освещаться Правильно или нет То есть вот эти вот вещи Очень часто мы Как может быть Как Хотим поставить Как будто Чаще всего Это как Как событие Которое предоставит Вот именно Вот в этот процесс Ну давайте мы Немножечко вернемся К сути того Что мы хотели понять Давай Мы хотели понять Основной наш вопрос Из этих стихов Такой Говорил ли нам Иисус Открыто Прямо Об Отце Или же он Говорил притчами Досели Досели имеется ввиду Что даже Досели до тех пор Пока можно говорить Досели То есть не до конца времен Если мы считаем Что Христос Прямо говорил Тогда значит Где-то Эта истина Она должна быть Писанием Правильно То есть мы можем Прямо понять Об Отце То есть что Как устроены Законы какие-то Мироздания и все прочее Но вот Насколько Я понимаю В 25 секторе Так же Досели я говорила Вам притчами Досели Но наступает Особое время И это Недалекий контекст Вот это Одна беседа Три главы И вот это Особое время То есть ты считаешь До того как Это время пришествия Духа Святого Просто немножечко Я тогда подключу Параллельно Один момент 24 стиль 24 До ныне Тут время очень Большое значение Думает во всех Трех главах До ныне Вы ничего не просили Во имя Мое Но с того момента Что начнется Просите И получите Чтобы радость Ваша была Совершенна 16-13 Когда же придет Он Дух истины То наставит Вас на всякую Истину Ибо не от себя Говорить будет Но будет говорить Что услышит И в будущее Возвестит вам То есть вот этот Дух Он будет Говорить И учить И наступит И раскрывать Притчи Да Мы говорим Об этом процессе О процессе Когда Дух Сходит в нас Мы еще не полностью Не получили Вот этот вот Чистый белый весон Чтобы напрямую Как бы с Богом общаться Мы еще не настолько Знаем Христа Как Он знает нас Нет Но Дух Святой Уже сошел И он уже в нас Действует Он уже нас меняет Павел На которого явно Сошел Дух Святой Навряд ли кто-то будет С этим спорить Он говорит В 1 Коринфянам 13 глава Читая Ведь наши знания Неполны И наши пророчества Частичны И когда наступит Совершенство Вот тогда Все частично исчезнет Когда он наступит Тогда, когда мы будем Давай, давай, давай Да, сейчас Когда я был ребенком Я говорил, как ребенок Мыслял по-детски Рассуждал по-детски Но когда я стал взрослым То покончил с детскими привычками Мы сейчас видим Неясно Как отражение В тусклом зеркале Истины Божьи Мы их можем видеть Мы можем их чувствовать Где-то вот Нам Дух наставляет Мы можем их Из Божьего Слова получать Но это лишь Как отражение В тусклом зелле В зеркале Потом же увидим Потом же Слово потом То есть определенный день Какой-то момент наступит Когда мы увидим Лицом к лицу Сейчас я знаю Лишь отчасти Потом же буду знать Так же совершенно Как меня знает Бог А сейчас существуют Эти три Вера, надежда, любовь И из них важнее всего Павел говорит о том Что несмотря на крещение Духом Который он Бесспорно принял И несмотря на то Как Дух Руководствовал его жизнью Как он его наставлял Даже если он был там И даже он Да, там до третьего неба был Да, поднят И так далее Павел говорит Наши знания Пока что еще не полны Пока что еще Нам не было показано Это понятно Это и весь смысл И филиппийцам Третьего Павел говорит Я хочу познать Христа Я хочу познать силу его воскресения Хочу познать даже силу его страдания То есть познай Да, да, да Достигай Достигай Это один момент Но У меня тогда вопрос 16.25 Или сейчас то время Когда мы просто находимся в притче То есть Познаем только притчами Сейчас Бог сказал нам притчами И сейчас то время Когда мы можем к нему Обратиться Для того чтобы он нам эти притчи Столковал И вот дум Познание истины Познание истины Понятное дело что мы не можем Постигнуть Но мы не можем сейчас Полностью Да, да Чтобы мы так вот поняли Прям прямым языком Понимаешь То есть абсолютно Ну вот вы же постигаете Вы же нам Нам честно говоря даже Не хватит просто-напросто Лингвистики Для того чтобы Потому что язык любого Он имеет ограничения Не может передать точно информацию Мы говорим например Козел И при этом каждый Себе представляет Разные животные Мы говорим Диван Каждый себе представляет Кто-то говорит Да, истина Для кого-то истина Это знаете там Ну Не соврать там В одноклассниках Когда свою реальную фотку Запостить или нет А для кого-то истина Это то на чем Он всю свою жизнь строит То есть У каждого человека Пока что разное понимание Тем не менее Дух сейчас Он в нас живет И он нам Может толковать притчи Он может нам Передавать Этот смысл Слово Божье Сам Христов Дух Если мы будем изучать Мы будем Находить эту истину Мы будем ее вот так вот Пока что конечно Даже сам Павел Он вот так как в тусклом зеркале Но тем не менее Хорошо Закончим урок Я возьму из Некологической книги Мудрости Сиракова Только тот Кто посвящает Свою душу Размышлению О законе Всевышнего Будет искать мудрости Всех древних И упражняться в пророчествах Он будет замечать Сказания уже именитых И углубляться В тонкие обороты Притчи Будет исследовать Сокровенный смысл Изречений И заниматься Загадками Притчи Тот человек Который Свою душу Написано Посвящает Размышления О законе Всевышнего Мы размышляем Мы изучаем Мы встречаемся Здесь Мы этот закон Всевышнего Стараемся воплотить В нашей реальной жизни Потому что Наша вера Она должна быть показана В делах Если мы, например, Верим не убить И идем стрелять на войну Мы верим в что-то другое Или Говорить на Писании Не разводиться И мы разводимся Мы верим в что-то другое Писание говорит Служить двум господам Богу и богатству А если Родина нас пошлет убивать А какая у тебя Родина А какая у тебя Родина Нет, я просто говорила Барни же призывают А у нас Родина другая У христиан Библия Она все объяснит Какая у тебя Родина Как ты должна убивать Мы жили бы мы в России Какое оружие Ты должна взять с тобой Слушай, я одна скажешь Я верую в Бог А я не дам сына Да Так и скажете Так и надо Вот Очень интересный вопрос Очень интересный вопрос Это вот Божья мудрость Не надо никого убивать Наша Написано Война не против плоти и крови Но против духов злобы поднебесного Чтобы я объяснил Мой дед Во время Второй мировой войны Его призвали в армию И он говорит Я готов служить Но я не возьму оружие Потому что я так Я готов служить Я готов Готовить вам Там и тому подобное Я готов Служить моему Отечеству Девять я тяну За Божье Слово страдают люди Но тем не менее Это не значит Что мы можем взять компромиссы Но вот сегодня Как получается Сегодня в церкви Отправляют Свои Сыновей Там Парах Орган Иисус просил Молиться за врагов Да Это идеология Это идеология Все понимают прекрасно Что это Неправильная Враги Не втискали Они не защищали Америку Я извиняюсь Я немножко вставлю Почему сейчас война в Ливии Если вы просто посмотрите на Геодезические данные В Ливии Находится один из самых Больших запасов нефти Это все война спровоцирована Почему Америка не бомбит Нужно туда своих детей посылать Кто-то наживается Богатство свое И какие-то власти Наши дети Должны разбивать Человек Смотри интересный момент О Ливии Потому что Ирак Это была зона интересов Америки О Ливии это зона интересов Европы И поэтому НАТО будет бомбить Потому что через Ливию Больший запас америки Вот и все в Европе Ни одной причины нет Чтобы воевать Нету ни одной причины Чтобы взять человека И воткнуть в него металл Иисус Христос Не учил никогда этому В тот момент Иисус кстати помните Говорит А теперь возьмите меч Потому что должны сбыться Слова пророчества Сейчас я буквально Вспомню точно И к разбойникам причтем К разбойникам Тот кто меч взял К злодеям Ну К злодеям Да и к злодеям причем То есть это зло Иисус Он причтем к злу Да действительно Есть слова о том Что он взял меч Но он никогда не учил К тому чтобы этот меч использовать И даже тех людей Которые пришли Там Петр от всех до уха Он исцелил Молиться за врагов Потому что Бог может дать Каждому из наших врагов Покаяние Идет какой-нибудь фашист Да с гранатой Но Бог может дать этому человеку Покаяние Да вот он бросит эту гранату Куда-нибудь там В мусор И пойдет в церковь И у него дети будут И внуки И так далее Был фашист Стал хороший человек Христианин Мы не должны Убивать других людей Мы не должны Ну как это все воины В старом Завете Знаем Вот когда они вышли Израильтяне Они просто Убивали всех Вокруг Покрутка Мы будем изучать Что именно Имеется в виду В данном конкретном случае Почему так Они сделали то Что сказал Бог Он сказал Удачи прийти И убить всех А они не послушались По-моему Сначала Он их еще и наказал За то что они Убили всех Второзаконие Говорит Второзаконие Говорит Относительно Убийства Ясно четко скажу Человек не имеет Право Убить Преднамеренно С намерением Никакого права Все Второзаконие Говорит То есть В двух словах Я сейчас так объясню Следующий момент Относительно Того почему Все эти народы Были уничтожены В 15-й год Их бытия отвечает На этот вопрос Очень ясно и хорошо То есть Бог дал им Четыреста с лишним лет Для того чтобы Мышления людей Чтобы они были вины Чтобы искали Бога Ничего вообще не произошло Ничего Абсолютно Поэтому они были уничтожены И Следующий момент Самый важный Даже несмотря на то Что в Верховном Завете Множество Войн Убийств И так далее и тому подобное Все таки Посланник евреев Ясно что-то говорил Что это всего лишь тень Всего того учения Которое принес Христос Учение Христа Написано ясно и четко Человек не имеет права Никакого Отнимать жизнь другого человека Все Это вот это Полное учение библии Христос принес Полное учение Написано Что Бог Досели говорящий с пророком Последний Говорил в Сыне Говорил в Сыне То есть через Сына Принесено Полное Слово Понимаешь Но более развернуто Да Сережа Я хочу Немножко дополнить Что В авторозаконии Есть написано И Конкретно Чтобы Убить Преднамеренно Причем И чтобы Рука Святого Была первая Согрешающей И чтобы не скрыть Этого человека Даже если жена Любимая Но Выступала Против Бога Муж не имеет права Даже ее скрыть А должен ее выдать И Первый Бросить Как То есть это преднамеренно Убийство Но Я имею в виду Преднамеренно убийство Когда человек Знает Конкретно идет Против закона Знает Что за это его убьют И он все равно ее ведет Понимаешь Это совсем другой случай А так Чтобы просто убить человека Потому что его нужно убить Или пойти на войну Потому что просто пойти на войну Нигде В детском завете Этого Много где призывает Удалять из своей среды зло Да То есть это как бы Буквально И почему им нужно было Например Полностью там Уничтожить всех там Филистимлян Или еще что-нибудь Для того чтобы Их среда оставалась святой Чтобы вот это был Божий народ Что они не должны смешиваться В данном конкретном случае Речь идет об Израиле Который по плоти не должен был смешиваться Да В нашем конкретном случае Мы духовные люди И мы точно так же Мы не можем идти на компромисс С какими-то духовными Другими племенами С какими-то другими идеологиями С какими-то другими пониманиями Каким-то другим грехом Злые мысли И всякое какое Мы должны устранить Из нашей жизни Все события Они нам написаны Павел говорит о том Что наши отцы там Крестились в Моисея В облако в море И все это И погибали там в пустыне И это написано нам Как образы Для того чтобы Для того чтобы мы не поступали так Наша война Она тоже есть У нас есть духовная война Но она против духов злобы Духов зла Каких-то лжи идеологий Или каких-то там Какого-то обмана Чего угодно Образы жизни Да Мы не можем например Взять И согласиться С идеологией Какой-то неправильной Потому что тогда Наш дух Он Наши Как божий народ Мы становимся не святы Мы становимся Начинаем следовать Вслед этих богов Мы не можем Согласиться например С мировоззрением человека Который Ну где-то там что-то Нас Утягивает в какую-то там В какую-то компанию Или сам там Нас подталкивает к грехуле У нас с ним просто-напросто Вот я когда читал вот эту книгу В церковь В церковь мы не можем взять И привнести Американский флаг Занести Это другая страна Это филистимляне В церкви не должно быть Граждан какого-то другого государства Кроме как Святое государство Духовное Израиль Израиль Знаешь Я например Расценивала Война в Ираке Можно Короче Мы наступ Ушли Закончили Дальше По закону Действовать То есть Насколько я Понимала Что в Ираке Это Действительно Люди Которые живут Злом Ну например Взять Узбекистан Нам кажется Это Ну по крайней мере Даже у меня Представляем Большая разница Между Ираком И Узбекистаном То есть Ирак Я вообще туда не поехала Что в Узбекистане творится Вот Я вышлю Диаспоре Последние новости Но это действительно так Это то через что мы прошли То есть Там права человека Вообще Ну никак Не защищены То что там Творится С обычными людьми Это очень страшно Сколько там журналистов Журналистов сидят Сейчас в тюрьмах Над которыми Издеваются Одевают Противогазы А перед этим Мешки Ну Как их называют Вырывают ногти У тех людей Которые сидят За религию И тогда Это Узбекистан И там творят Что хотят Ирак Оно еще похлеще Я понимала так Что Вот это зло Сдерживать Чтобы защитить Да Потому что Ну взять даже сейчас В Ташкенте В одной церкви Зашли Изъяли Семь Десять Тон литературы И сожгут просто И все Тут сожгли Тогда Один хоран Скочет В Афгане Убитых То есть И я понимала Что Ирак И что Бойска Заведены Чтобы хоть как-то Защищать Граждан Чтобы хоть как-то Вот это зло Право нарушения Человека Держать Сестра Что сделал Иисус Вот Растолкуйте Мне Я Ты знаешь Что сделал Иисус Он уже сделал Он пришел В общество Которое было Достаточно злое По отношению Получил Детьми Шел На крест И знаешь Очень хорошо сказано Высавис Что Ни тросточки Ни надломят Там Ни Ни накурящего Не угасит Да То есть Природа Божья Это не природа С автоматом в руках Это Солнце Которое стоит И для праведного И для неправедного Это Милостивая природа Которая Дает жизнь Понимаешь А вот в самом начале Извините В самом начале Вы помните Когда Каин Убил Авеля Почему Бог не убил Каина Вот Кстати Тоже интересно Ну то есть Можно же было Да 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 Интересно тоже Потому что Закона не было Закона не было Бог не был Да А когда пришел закон Смерть за смерть Только за указут Закон А сейчас Время благодати Закона Поэтому не надо Еще Почему Иисус сказал Не убейте Не побивайте ее камня А наоборот Сказал Первый Бросил камень Потому что закон Божий Гласил Чтобы рука святого Чтобы Рука святого Чтобы убивать Должен начать Именно святую часть Но он был Ну заметь Иисус Иисус Был святой Не убей А вторая заповедь Убей Не убей Не скрой Иисус Иисус Был святой Но он не бросил Камень Из всех был Христос без греха Который как раз и должен Начать Побивать камня Если бы это было По Витхому Завету Но Иисус Христос пришел Отменить Первый А второй Это Закон Милости И благодати Давайте мы помолимся Давайте Закон требует Благодать Учит Вопрос Я например за Узбекистан Сейчас я очень Честно А сейчас за родителей Очень боюсь Я вспоминаю Лето Прошлое лето Когда мы проснулись Прочитали это письмо Про Киргизию И посмотрели Эти фотки От которых Можно действительно Волос сорвать И я Я просто думаю Что сейчас Творится Сейчас Вот сейчас Это время Не сравнить С нашим годом И вот в этой газете Сережа например Так конкретно Пугали Что ты там Мы из тебя Гомосексуалисты Сделал Подумать о детях Там пропадет же Ну и так далее Вот в этой газете Вот это все Людям делают Потому что они Уж граждане Узбекистана Людям делают И так страшно Думаешь К чему придут Что будет Есть Евреи По моему 12 12 Глава Говорит о том Как страдали Всегда Всегда И перепиливаемые И побиваемые И так И сяк И антихристы Не есть Точнее Все По-разному Как только не издевались И над христианами Над всеми Которые Вот здесь мы читаем Все апостолы И так далее То есть Тело Христова Страдает О страданиях То есть Это Не избежать Нельзя взять автомат И пойти всех злодеев Застрелить Это неправильный вариант Это Не божье Промысел Немножко по-другому Бог призывает нас здесь